Подкасты, арт-объекты и даже киберспорт. В Молодежном центре подвели итоги традиционного форума «Время выбрало нас». Его участниками стали ребята, готовые не только предлагать идеи, но и воплощать их в жизнь. Они представили на сот-жюри 14 проектов, каждый из которых призван обогатить наш город. Сделать его жизнь ярче и интереснее. В условиях непростой эпидобстановки форум решили провести в дистанционном формате. Наш учреждение уже давно работает в онлайне, проводит свои акции, мероприятия, конкурсы. И давным-давно уже основную свою деятельность перенесли в интернет. А что касается формата городского мероприятия, где принимают участие различные учреждения, различные слои населения, это сделать в несколько раз сложнее, но мы со своей задачей справились. Форум длился три дня. В первый, 27 ноября, решали технические и организационные вопросы. Оставшееся время поделили между работой над самими проектами и образовательным блоком, который посвятили навыкам презентации. В нынешних реалиях просто предложить идею уже недостаточно. Проект нужно правильно составить и преподнести. Мы бы хотели, чтобы наш форум был, так скажем, тем трамплином, той очень удачной стартовой площадкой, на которой они реально получат качественную обратную связь, профессиональную, поймут, что у них в проекте не так, поймут, что у них в проекте так, поймут, что, может быть, эта идея вообще не имеет места быть, или у них родятся новые идеи. И мы не хотим, чтобы наш форум был, так скажем, точкой, что все, получили поддержку, закрыли. Хочется, чтобы он стал не логической точкой, как в предложении, а точкой входа в новую систему, как раз грантовой политики Федерального агентства Росмолодежи. В номинации «Добровольчество» больше всего голосов получил проект «Добрый Саров» муниципального ресурсного добровольческого центра. В номинации «Молодежные медиа» лучшие признали идею запустить собственный подкаст Саровского физико-технического института. В номинации «Поддержка семьи» жюри остановилось на проекте «Зато семья молодежного центра». В номинации «Патриотическое воспитание» лучшим стал проект «Память о победе детских организаций статус и сияющие звезды». И, наконец, в новой номинации «Софт-скилз» первое место присудили идеи создать в городе арт-объекты, связанные с историей атомной отрасли и именами ученых-ядерщиков. Константин Перевозчиков, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.